Новая сказка – продолжение прошлогодних приключений в лабиринтах королевы льдышки. За год у ледяной красавицы изменился не только характер в лучшую сторону, но и имя. Ну а в этом году, а в этом году бывшая льдышка, а нынче королева Изольда, или просто Изольда, моя племянница, будет удивлять нас новыми чудесами. Я, конечно, за нее очень волнуюсь, но я думаю, что все будет волшебненько и чудесненько. Чудесненько сразу не получилось, а вот волшебненько вполне. С помощью волшебных снежков лесные злодеи Чуча и Злюча похитили метелицу. Зимы не бывает без снега, верно? Да. Ну а снега-то не бывает без метелицы? Да. Ну что же это получается? Значит, Нового года-то не будет? Ой, катастрофа, бля! Нужно немедленно спешить на поиски метелицы. А-а-а! Детективная история стремительно развивается. Злодеи держат метелицу в холодильнике и обдумывают коварный план. Внимание! Внимание! Королеве Изольде, Деду Морозу, самому большому красному носу из три курочки, объявляем пульте в ладу! Требуем за освобождение метелицы с хрусталью корону и волшебный колокольчик с королевы Изольды! Ха-ха-ха-ха! Сказку «Браво королевы Изольда» поставил режиссер Валерий Ивлев. Совсем недавно в театре состоялась премьера его постановки «Примадонны». А над этим спектаклем он работал вместе с автором пьесы Ниной Дьяковой. Завфлет театра говорит, что рабочий процесс был очень плодотворным и веселым. Многое придумывали практически на ходу. Все то, что придумано, все воплотилось. Но еще плюс к этому дополнительно были какие-то придумки уже по ходу жизни. Например, у нас не было ветролета, у нас были волшебные лыжи-самоходы. Пришлось даже волшебное заклинание менять, потому что к лыжам одно, а к ветролету другое. Наверное, ни один спектакль не богат такими костюмами и спецэффектами, как новогодняя сказка. Только так можно поразить воображение маленьких зрителей и заставить их поверить в чудо. И, конечно, по закону жанра добро побеждает, и новогодний праздник начинается. Смин веселый – это чудо, караводы – это чудо. Наталья Псичук, Степан Юдинцев, Альфа Новости. Субтитры создавал DimaTorzok